МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. Сегодня о самых важных и интересных событиях расскажут мои коллеги Янастасия Панина. Здравствуйте! Итак, основные темы. Эрик Елалов недоволен работой автоэвакуаторов. С начала года в Ашкортостане зафиксировано 450 фактов отравления спиртосодержащей продукцией. Новый международный деловой центр появится в Уфе. Самые опасные районы города – советские и октябрьские. И уже установлены 69 новогодних елей. Посол России убит на фото выставке в Турции, а в Иркутске массовое отравление жидкостью для принятия ванн-боярышник. Погибло 54 человека. Подробнее об этом расскажет Алексей Бычаев. Здравствуйте! В студии Алексей Бычаев. И это мировые новости. Посол России застрелен на фото-выставке в Анкаре. Российский представитель участвовал в церемонии открытия фото-выставке в столице Турции. Нападавший кричал «убирайтесь» и объяснял свои действия протестом против действий России в Сирии. Помимо прочего, он говорил «не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию». Посол был ранен в спину, затем преступник выстрелил в Андрея Карлова еще несколько раз. И позже он умер в больнице. После нападения на Карлова в здании, где проходила фото-выставка, началась спецоперация по поимке преступника, завязалась перестрелка, в ходе которой его убили. Убийцей оказался 22-летний Мевлюд Алтенташ, который служил в полиции Анкары. Российское министерство иностранных дел назвало произошедшее терактом. Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным выразил соболезнование. И лидеры двух стран договорились об усилении борьбы с терроризмом. Политологи утверждают, что отношение России и Турции не испортится, как это было год назад, когда сбили российский самолет. Все это еще раз доказывает, что внешнеполитический курс нашей страны прокладывается, исходя из не совсем очевидных принципов. Убийство посла, которое находится под международной защитой, это событие мирового масштаба. В истории России это четвертый случай убийства посла в другой стране. Первым был Александр Грибоедов, дипломат и поэт, автор знаменитого «Горе от ума». По иронии судьбы, Путин в день убийства Карлова собирался посетить именно этот спектакль, но узнав о событии, отменил свои планы. Последнее убийство представителя России было 90 лет назад. Но реакция России совсем другая, сейчас нам невыгодно ссориться с Турцией. Эрдоган неделю назад ратифицировал соглашение о строительстве турецкого потока. Массовое отравление боярышником в Иркутске. 54 человека погибли, в больнице находится 28 человек, 13 из них в реанимации. Пострадавшие отравились средством с надписью «Боярышник на флаконе», продаваемом как концентрат для принятия ванн. На этикетке написано, что содержание этилового спирта 93%. Главное соображение тут – дешевизна. В магазинах минимальная цена на водку – 190 рублей за пол-литра. Многие россияне, особенно алкоголики, просто не могут себе позволить покупать качественные напитки. Поэтому пьют всевозможные заменители. В данном случае даже заменитель водки оказался контрафактным. Вместо этилового спирта он содержал метиловый, другое его название – метанол. В народе просто технический спирт. Это сильнейший яд, даже в малых дозах он крайне вреден. Продают такие флаконы с «Боярышником» в специальных автоматах и киосках. Одна бутылочка стоит около 20 рублей. Контроля за производством этой жидкости почти нет. В Иркутской области после отравления нашли два подпольных цеха. За два дня во время рейдов по торговым точкам полицейские изъяли более 10 тонн спиртосодержащей продукции. Два предпринимателя, которые производили отраву, задержаны. Также задержали еще пять человек, которые занимались продажей. На инцидент отреагировал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он признал, что с оборотом спиртосодержащей продукции в России существует очень тяжелая проблема. Это полное безобразие и очевидно, что этому нужно положить конец. Просто запретить оборот такого рода препаратов, цитирует Медведева РИА Новости. Это может показаться странным, но мы на самом деле не знаем. Может, кто-то этот боярышник использует по назначению для принятия ванн. Также неизвестно, решат ли проблему с алкоголизмом популистские заявления Медведева. Первопричину и ответ на вопрос, почему люди пьют, никто искать, похоже, не собирается. Это были мировые новости. А мы продолжаем. В Ашкортостане случаи отравления боярышником пока не выявлены, однако с начала года в республике уже зафиксировано 450 фактов отравления спиртосодержащей продукции. 47 человек погибли. В администрации УФЭ обсудили ситуацию на алкогольном рынке и меры по ее регулированию. Подробности у Алины Гребешковой. Так называемыми фанфуриками в последние годы бойко торгуют не только аптеки и хозяйственные магазины, но и обычные киоски и даже уличные автоматы. Употребление лекарственных и косметических средств не по назначению приводит к отравлениям и летальному исходу. На прошлой неделе Роспотребнадзор республики инициировал проверку подобной продукции в Башкортостане. Конкретно по боярышнику она продается, сами знаете, она везде продается. Если документы есть, еще раз повторяю, что никакого запрета на продажу при наличии документов, это нет. Они не лицензируются, то есть как бы это все на совести самих приобретателей, то есть они должны сами знать, то есть там все написано, что это является, не является фетивым продуктом, то есть это является просто косметическим средством. Уфе за год изъято более 4000 литров различных лосьонов, которые реализовывались с нарушениями. По данным управления МВД в столице Башкортостана участили случаи незаконного производства, хранения, сбыта суррогатного алкоголя. За текущий год из незаконного оборота изъято 58 тысяч единиц спиртосодержащей продукции. В июне 451 административные правонарушения, в том числе за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, то есть без лицензии специального разрешения, 64 административных протокола составлены. Санкции по данной статье предусматривают штраф от 500 до 5000 рублей с изъятием конфискованной имущества на физлиц, на юридических лиц от 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. По неофициальным данным, каждая третья бутылка алкоголя в России – это подделка. Чтобы не стать жертвой суррогата, специалисты советуют обращать внимание на цену производителей и места продажи. Там все должно быть целое, капсула должна быть, которая запечатывает верхнюю часть бутылки целая, неповрежденная. Покупка в крупных каких-то федеральных торговых центрах, она практически исключает возможность нарваться на тот же самый контрафакт, потому что сейчас все крупные оптовые ритейлеры, они все подключены к этой системе учета, вот «Егоист», которая называется. В принципе, и мелкая розница, и хорика, она тоже вся работает сейчас по этой системе. С помощью единой информационной системы с 1 января 2017 года государство будет отслеживать перемещение и продажу алкоголя в режиме реального времени. По мнению законодателей, это поможет бороться с урогатом и теневым рынком. Алина Гребешкова, Эльдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ. Далее к уфимским новостям. Эрик Елалов недоволен работой службы эвакуации автомобилей. Об этом он заявил на оперативном совещании в администрации города. Особенно его возмутила деятельность эвакуаторов возле медицинских учреждений. Если откуда-то из района, там, с глухой деревни привозят больного в кардиологический центр, там, в республиканскую больницу, его тут же арестовывают и вывозят, ну, что это такое за подход? И тут же стоит человек, сидит в машине, который за определенную сумму СДО решает вопрос этот. И что за систему вы создали в городе? И правоохранители прошли подключиться. Люди справедливо жалуются и правильно жалуются. Мы вообще для чего службу эвакуации создавали? Разберитесь с кардиологическим центром в Севблюканской больнице, разберитесь, что там происходит. В связи с этим возникает второй вопрос, значит, почему мы допускаем строительство объектов без парковок? Все больницы без парковок, даже перинатальный центр, который мы построили, без парковок построены. Эрик Елалов также подчеркнул, что в ближайшее время парковками необходимо оборудовать все социальные учреждения. Решить эту проблему планируют в ближайшие несколько лет. Строительство нового международного делового центра Уфа-Янзы завершится к 2021 году. Здание рассчитано на 30 этажей. Согласно проекту, здесь будет обустроен административный центр, территория китайских товаров, выставочный комплекс, офисы, гостиницы и дворец китайской медицины. Общая стоимость проектных работ – 20 миллионов рублей. Три из них китайская сторона уже перечислила. Работы ведутся в рамках межрегионального российско-китайского сотрудничества. В планах реализации еще 50 проектов. Их обсуждение состоится в апреле следующего года. Роботостроение, авиамоделирование и электроника – все это представили башкирские школьники на региональном туре Олимпиады по истории авиации и воздухоплавания. Проходила она в Уфимском авиационном университете. С юными инженерами пообщалась Катерина Добрынина. Международная Олимпиада по истории авиации и воздухоплавания носит имя Александра Федоровича Можайского – пионера авиастроения, спроектировавшего первый летательный аппарат, предназначавшийся для подъема человека. И модели, представленные участниками на суд жюри, имеют отношение к самолетостроению или робототехнике. Ученик 8 класса Амзинской школы Салават Фахрулин привез на секцию приборостроения модель центрифуги ЦФ-18, изготовленную с помощью собственных деталей и чертежей. Центрифуга моделирует перегрузки при взлете и посадке космического корабля. Она воспроизводит в действии ту силу, которая приходит на космическом корабле, когда взлетает человек в космос. Любой сможет такое сделать, если приложит хорошие усилия и труд. Айдар Мирсаяпов из Нефтекамского центра технического творчества представил жюри игрового развивающего робота, идея создания которого пришла к нему во сне. Первые мои модели начали, это были маленькие машинки, потом самолеты, потом корабли, а потом стал робот этот. Раньше он был на батарейках, он быстро разряжался, мы любили очень с ним играть, вопросы там же Викторина интересна. Потом я надумил, чтобы взять, купить системный блок и подключил к розетке. Подготовка к Олимпиаде началась еще 1 октября. В крупных и малых городах республики прошли отборочные этапы, где было выбрано почти шесть сотен участников, 58 из которых приехали на региональный этап в Уфу. Победа в Олимпиаде дает возможность студентам быть участником нашей летней аэрокосмической школы. Это две недели ребята в идеальных условиях практически отдыхают и занимаются спортом и слушают встречи с ведущими учеными, известными людьми. А для победителя мы выпускников, естественно, кто заканчивает 11 класс, представляем возможность поступать в наш университет без процедуры конкурсов, давая им направление, как целевики от наших авиастроительных предприятий. Кроме летней аэрокосмической школы, победители регионального этапа международной Олимпиады по истории авиации и воздухоплавания ждет финал в Москве, на котором участники представят уже не только свой город, но и всю Башкирию. Катерина Добрынин, Роман Попалышев, городской телеканал ЮТВ. До любимого праздника Россия Нового года осталось 10 дней. В Уфе уже установлено 69 новогодних елей, а на площади имени Ленина и территории парка Ватан завершены работы по возведению ледовых городков. Территория на нижней площадке Конгресс-холла обустроена впервые. Здесь установлена 30-метровая ель, 12 ледяных фигур, детский лабиринт, горки и каток. Однако работы завершены еще не везде. Продолжается строительство ледяного городка перед Уфа-ареной. Здесь появится ледяная аллея спортсменов, украшенная светодиодными арками и сказочный замок. Кстати, за ходом работ в режиме онлайн можно наблюдать на сайте maps.fanet.ru. Всего же для украшения города развешано более 3-х километров иллюминации. Обустроено около 20 ледовых городков, порядка 60 катков и множество ледяных горок. Одно из них в минувшие выходные построили сами жители. Мама и папа микрорайона «Кооперативная поляна». Совместно с сотрудниками компании Уфанет возвели снежную горку и установили елку. Далее к другим темам. Самые опасные районы Уфы – советские и октябрьские. А безопасные – орджиникидзовские и ленинские. Такой вывод сделали сотрудники одного из охранных агентств города. Они вывели свой индекс тревожности. Основные причины вызовов – кражи, хулиганства и попытки взлома. По словам специалистов, в период экономической нестабильности в зоне риска оказываются магазины. Чаще всего пытаются украсть небольшие, но дорогие товары. Элитный алкоголь, колбасные и рыбные деликатесы, кофе, парфюмерию и косметику. Росгвардия Башкирии подвела первые итоги работы. Напомним, указ о создании Федеральной службы войск и Национальной гвардии был подписан Владимиром Путиным в апреле этого года. Состав ведомства из Министерства внутренних дел республики переведены 3000 человек. Это сотрудники СОБА, ОМОН, вне ведомственной охраны и Центра лицензионно-разрешительной работы. Первые итоги работы структуры подвел начальник управления Росгвардии по Башкирии генерал-майор полиции Вячеслав Андреев. Задача наша – это участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, охрана особо важных режимных объектов, имущества физических и юридических лиц, участие в обеспечении режимов чрезвычайного военного положения, контроль за соблюдением законодательства области оборота оружия, области частной охранной деятельности. Под надежной защитой и охраной наша находится у 15 тысяч объектов различных форм собственности по республике, 18 тысяч квартир, другие места охранения имущества. Благодаря сотрудникам Росгвардии задержано около 60 тысяч административных правонарушителей, полторы тысячи различных преступлений выявлено. Добавлю, что создание Национальной гвардии будет проходить в три этапа. Сейчас завершается первый. Полностью структура будет сформирована к началу 2018 года. За минувшие сутки на дорогах республики совершено 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, 20 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Подробнее в нашей ежедневной рубрике. Начнем наш обзор со смертельной аварии. ВАЗ-14 модели, двигаясь по автодороге Столета-Макраевский, попал в занос и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen. От полученных травм водитель отечественного авто и пассажир иномарки погибли на месте. Еще одно трагическое ДТП произошло 20 декабря в Нуримановском районе вблизи села Красная Горка. Водитель автомашины Ford Focus на опасном повороте не справился с управлением и машина вылетела в кювет. В результате аварии скончался водитель и двое пассажиров. В этот же день на дороге до Влеканово-Чешмы Lada Largus выскочила на встречную полосу и столкнулась с ВАЗом 15-й модели. Судя по последствиям, скорость у авто была немаленькая. ВАЗ буквально разорвало на части. Ларгус, вылетев на обочину, загорелся. Многие водители хотели помочь пострадавшим и пытались погасить пламя до приезда спасателей. Все участники ДТП остались живы. На трассе М-5 около Шакши произошло лобовое столкновение двух фур. ДТП, попавшее в объектив камеры видеонаблюдения, опубликовали в группе БАШ ДТП. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших и причинах аварии пока нет. В Уфе на перекрестке улиц Ленина и Ебрагимова произошел наезд на пешехода. Как видно с кадров камеры Уфанет, две девушки пытались перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но не успели. Если одна чудом успела избежать беды, то вторую сбил автомобиль. За пострадавшей приехала скорая помощь, ее состояние пока неизвестно. Пешеход – участник дорожного движения. Он также, как и автомобилист, несет ответственность за свои действия. Причиной любого дорожно-транспортного происшествия является нарушение правил движения. И в завершении выпуска по традиции о погоде в Уфе по-прежнему морозно. По данным сайта метеопараплан.нет, 21 декабря температура воздуха ночью 32 градуса мороза, утром минус 27, днем потеплеет до 19, а вечером столбик термометра покажет 17 градусов ниже нуля. В среду ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег. Спасибо, что были с нами, одевайтесь теплей, всего доброго и до свидания.